Петергоф, как и многие другие знаковые петербургские достопримечательности, является крайне посещаемым местом. Одним из самых насущных моментов у туристов, путешествующих на автомобиле, является парковка, ее расположение, стоимость и количество мест у того или иного туристического объекта. Где припарковаться в Петергофе, расположение парковок в Государственном музее-заповеднике и цены на них, где еще можно парковать свой транспорт помимо музейных парковок, об этом в статье. Одно из самых знаменитых и посещаемых мест Санкт-Петербурга находится непосредственно в пределах города. Петергоф невероятно популярен, и к нему постоянно идет большой поток туристов. Объясняется это прежде всего тем, что место это невероятно красивое, тут собраны вместе прекрасные парки, дворцы, удивительный ансамбль фонтанов и каскадов, скульптур, музеев, исторических знаковых зданий. Место, которое создавалось изначально как «русский Версаль», уже спустя столетия после своего рождения затмило резиденцию французских королей по величественности, масштабности и красоте и удивляет отечественных и зарубежных туристов и по сей день. Сами петербуржцы также часто ездят в Петергоф, чтобы просто погулять и провести вечер или выходной, отдохнуть на фоне дворцовых и парковых красот, фонтанов и каскадов. Государственный музей-заповедник и дворцово-парковый ансамбль «Петергоф» находится на южном берегу Финского залива, на территории внутригородского муниципального образования, город Петергоф, в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга. Бывшая резиденция российских императоров и их загородное имение с разрастанием северной столицы стала со временем частью города. Отправляясь в Петергоф, необходимо помнить режим работы «Верхний сад и Нижний парк» с 9 до 20, «Большой Петергофский дворец» с 10,30 до 19, «Вход» до 18, «Большой каскад» с 11 до 18. Расписание актуально на 2018 год. Оптимальное расстояние от центра Санкт-Петербурга до Петергофа по Санкт-Петербургскому шоссе составляет 33,4 километра, время в пути около 55 минут, с учетом пробок города. Есть более быстрый, около 50 минут без пробок, но больший по расстоянию маршрут по кольцевой административной дороге, составляющий около 50,5 километра. Время в пути также может по-разному зависеть от пробок на улицах Санкт-Петербурга и времени суток. Пробки в баллах, как правило, отображаются на онлайн-картах в режиме текущего времени и при планировании времени поездки и при выборе маршрута необходимо также учитывать дополнительные эти факторы. Парковка в Шереметьево терминал Е о том, как добраться на машины в Петергоф в целом уже говорилось выше. По двум рекомендуемым маршрутам необходимо придерживаться следующих алгоритмов движения по дороге на автомобиле, по Санкт-Петербургскому шоссе, двигаться по улице Садовой в сторону Невского проспекта, далее по Невскому проспекту налево на Московский проспект, затем по набережной Фонтанки в сторону проспекта Стачек. После этого через 7,1 километра по Петергофскому шоссе в сторону улицы Петергофская, через 24,4 километра повернуть налево в сторону улицы Петергофская, город Петергов. По кольцевой административной дороге, нужно выехать на западный скоростной диаметр через улицу Садовую, проспект Московский и Митрофаневское шоссе, около 9 километров, потом по кольцевой по направлению в сторону Гостилицкого шоссе, затем свернуть на съезд в направлении Петергоф, и далее продолжать движение в сторону улицы Петергофская, город Петергоф. Также есть еще один альтернативный маршрут через Стрельну, около 25 километров от Санкт-Петербурга до Новоселья, далее 1 километр до Стрельны и около 7 километров города Петергоф. Далее нужно ехать по улице Петергофской на северо-восток в сторону проспекта Зайчий, затем через 1,4 километра повернуть на Санкт-Петербургский проспект направо, далее через 1,3 километра прибытие на место, разводная улица, 2, официальный адрес Государственного музея-заповедника, Петергоф. При поездке рекомендуется сверяться с картой или навигатором. Опытные туристы, хорошо знающие Питер и его окрестности, утверждают, что дорога простая и запоминается с первого раза. Как уже говорилось выше, Петергоф невероятно популярен и среди туристов, и среди горожан, всегда можно уточнить дорогу как у прохожих, так и у проезжающих. Город Петергоф на территории музея-заповедника Петергоф, предусмотрено более чем достаточное количество автостоянок, так как это место является одним из лидеров по популярности среди питерских достопримечательностей и мест экскурсий. Но с наплывом туристов, особенно в туристический сезон, стоянки на территории бывают полностью заняты. Опытные туристы советуют при таком варианте воспользоваться городскими стоянками, так как там свободные места бывают в наличии постоянно, и всегда можно без проблем поставить машину. Ниже приведена схема на карте, где можно парковаться в Петергофе и непосредственно рядом с ним. Главная парковка находится в районе улицы. Прудовая. Все парковки музейного заповедника оборудованы указателями, с помощью которых до них можно без проблем добраться и всегда ориентироваться на местности. К этой парковке нужно ехать по указателю, направо после верхнего парка. Ориентир – Большой Петергофский дворец. Внимание! Данная парковка платная, также стоит обратить внимание на то, что в летнее время она, как правило, забита туристическими автобусами и для автомобиля может не найтись места. Музейный заповедник «Петергоф» и близлежащая к нему территория имеют достаточное количество бесплатных автостоянок. При поездке в Петергоф на машины где парковаться. Бесплатная парковка в Петергофе присутствует в следующих местах, по ориентиру, улица. Знаменская. Д. 1. Парковка круглосуточная, в непосредственной близости к комплексу, в районе улица. Знаменская. Самсоньевская. У Галицинского парка, две парковки на 5 и 15 мест в районе Ольгиного пруда. Справа от верхнего парка, наиболее оптимальное место, где можно припарковаться у фонтанов в Петергофе. Еще также есть бесплатная парковка возле верхнего парка Петергофа и возле фонтанов на 45 мест, находится она между улицей Разводной и Санкт-Петербургским проспектом. Ориентир. Ресторан. Фэмили. Улица. Разводная. Дом 7. Корпус 1. Две парковки на 15 и 30 мест практически друг напротив друга по Санкт-Петербургскому проспекту. Примерный ориентир. Парк. Александрия. Бесплатная парковка для инвалидов на 3 места в районе улица. Разводная. Платные парковки присутствуют в районе Сухого пруда и стоимость их составляет первые 4 часа, 50 рублей, час, 5 и 6 час, 100 рублей, час, 7 и последующие часы, 150 рублей, час. Звездочка также на городских парковках возле Петергофа можно припарковаться платно. Стоимость их по единой цене городского центра управления парковками Санкт-Петербурга, категории АЭМ, 30 рублей, час, 6 тысяч рублей. Месячное разрешение, 54 тысячи рублей. Годовое разрешение, категория, 60 рублей, час, 12 тысяч рублей. Месячное разрешение, 108 тысяч рублей. Годовое разрешение, категория, 120 рублей, час, 24 тысячи рублей. Месячное разрешение, 216 тысяч рублей. Годовое разрешение, этот вариант будет наиболее интересен постоянно ездящим с экскурсиями водителям на микроавтобусах. Звездочка. Городские платные и бесплатные стоянки в непосредственной близости к музею-заповеднику крайне удобны в туристический сезон, когда весь паркинг занят и это будет оптимальным местом максимально рядом с музейным комплексом, где можно оставить авто. Они оборудованы терминалами, выдающими парковочный талон. Паркинг на городских стоянках можно оплатить через паркомат при помощи парковочного билета или банковской карты. Виза, Мастеркард, Мэйстро, Пивави, Мир, через СМС-сообщение на короткой номер 2722 секунды мобильного телефона. Через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», через личный кабинет на официальном сайте парковок Санкт-Петербурга. Оплату парковки авто необходимо производить в течение 15 минут после размещения автомобиля на парковочном месте. Покинуть место нужно не позже 10 минут после окончания срока оплаченного времени. За неоплату парковки, оплату в меньшем размере, превышение времени и оплату позже установленного времени, штраф 3000 рублей. Звездочка в целом, парковочных мест на территории паркового и дворцового ансамбля в избытке. Официальный сайт Петергофа советует использовать для поиска парковок самого комплекса и городских стоянок Яндекс.Карты. Также опытные туристы для поиска используют карты Google, 2GS и другие ресурсы, позволяющие найти парковку или стоянку непосредственно рядом с собой или используя тот или иной адрес. Опытные туристы советуют при планировании посещения Петергофа ряд важных моментов, которые смогут впоследствии избавить от трудностей с поиском парковок, когда время, запланированное на отдых, уйдет почти целиком на поиск мест стоянки, самое важное – заранее определиться с местом. Возможно, это покажется пустяком, но опытные туристы уверяют, в сезон или, например, при открытии фонтанов лучше приезжать заранее и заранее спланировать несколько мест, где лучше оставить машину, чтобы это было негубительно для бюджета, в случае платной парковки, и место соответствовало ПДД и машину не эвакуировали. По мнению большинства опытных посетителей Петергофа, лучшими бесплатными стоянками являются стоянки на торговой площади, улица Аврово, Александрийском шоссе, улица Золотой, улица Конно-Гренадерской, улица Морского десанта, переулок Мастеровом. Еще одним советом опытных туристов будет, не доезжая до главного входа по Санкт-Петербургскому шоссе, немного раньше свернуть на улицу Аврово, это позволяет встать и припарковаться без проблем, попасть в парк через боковой вход, что позволяет сэкономить время в очереди и это невероятно удачное и красивое место возле императорских конюшен. Некоторые туристы не стремятся оставить машины именно на территории парка или совсем рядом с ним, и ставят значительно дальше на территории МОП. Петергоф, любителям пеших прогулок придется по душе перед посещением парка погулять по самому городу. Правила поведения в ГМЗ Петергоф указывают на то, что запрещено въезжать и передвигаться по территории парков на автотранспортных средствах без разрешения администрации ГМЗ Петергоф, проносить и передвигаться на велосипедах, за исключением условий ГМЗ, роликовых коньках, беговелах, самокатах, скейтбордах и иных средствах индивидуального передвижения, гужевых повозках, верхом на лошадях, саних и иных транспортных средствах или спортивных средствах без специального разрешения администрации. За нарушение грозит привлечение лиц, нарушивших правила к материальной, административной и уголовной ответственности в порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Лицо, причинившее материальный ущерб ГМЗ Петергоф, обязано возместить его. Государственный музей-заповедник Петергоф является, пожалуй, одним из самых красивых и самых популярных и посещаемых мест Северной столицы. Как видно, туристам, путешествующим на машины по достопримечательностям Санкт-Петербурга в Петергофе обязательно найдется место, где можно поставить свой автотранспорт, будь то платная или бесплатная стоянка, непосредственно музея-заповедника или городская Санкт-Петербурга. Всем, собравшимся отправиться на автомобили в Петергоф, приятного путешествия, отличного настроения, ярких впечатлений и незабываемых эмоций. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.